всем привет я живую работу в крыму уже 4 год сегодня очередная серия на нашем канале жизни в севастополе люди по характеру челябинцы и севастопольцы они вот сходны по характеру есть такая вот суровость в южноуральцах и в севастопольцах пока в севастопольцах эта суровость более агрессивная они севастопольцы не молчат не замалчивают ничего и так далее челябинцы чаще всего суровы но молчаливы терпеливы терпежа севастопольцев как сказать наверное даже неправильно не терпежа да вот но они не терпят несправедливости все время высказывают вот то что голове высказать и все потому что освободиться от этого на челябинске я считаю необходимо поделиться опытом и челябинску тоже людям необходимо выговариваться севастопольцы в целом относятся к приехавшим людям хорошо но человек который приехал ему необходимо проникнуться севастопольским духом севастопольским городом люди здесь это действительно горожане которые ратуют за свой город который его защищают которые хотят чтобы город был для людей по крайней мере я это вижу потому что очень нос со своей работой очень часто с этим сталкиваюсь к примеру даже законодательное собрание в отличие от челябинска здесь мне кажется больше работает на то чтобы на гаража на свой город за свой город не за бизнес какой-нибудь кого-нибудь там из семьи и так далее а именно за комфорт потому что город он действительно тупиковый дальше море а дальше зарубежья и поменять или уйти из него или допустив ошибку какую-то в городских проблемах решать ее придется очень тяжело потому что севастополь связи с санкциями он от всего мира закрыт а в россии это за то дальняя точка который все время нужно тратить большую энергию чтобы что-то здесь поменять изменить привести сюда увезти отсюда поэтому люди более серьезным будет если например челябинск находится на пути следования там европа азия и так далее и очень много товарных вещей там происходит то здесь нет это конечная точка которые очень сложно осуществлять доставки какие-либо цены севастополя на продукты питания наверное на 30 процентов выше чем во всей остальной россии то что мы имеем супругой а здесь работу это очень хорошо и вообще возможно здесь работать то может быть мы бы уехали даже имея здесь дом уже мы бы может быть его продали и уехали потому что в севастополе сложно себя найти где-то в какой-то сфере либо тут либо 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 работа есть а жилья нет человека до работа есть ну к примеру в медицине и требуются кадры в полиции требуются кадры но людей нету приезжих естественно нет они не жилья невозможности оплачивать за эту зарплату съемное жилье и тем самым естественно вот такой вот круговорот непонятный происходит вроде нужны работники но это их невозможно сюда заманить кому-то конечно там дают этот врачам миллион но тут миллионы я не знаю сейчас никому не помогает ни в чем город севастополь он развивается в основном на московских деньгах строятся здесь музеи театры дороги целые вот яхтенная марина будет балаклавий школы новые поликлиники очистные сооружения и еще собираются еще шесть районов построить жилых кварталов спальных районов ну там все равно будет и школы и садики все такое но в основном это будет для жилья сколько-то там семь восемь процентов отдадут социальное жилье и остальное будет коммерческим но вчера и позавчера только был град совет севастополя и на нем озвучили это интересную новость том что утвердили 6 районов все-таки нашли в севастополе землю чтобы построить но пробки пробки с водой проблемы можно можно сказать решили небеса идут дожди наполняются водохранилище а вот транспортную проблему естественно никто не решил летом это все это на работу ехать из любого района 40 минут до часу это без кондиционера это невозможно это очень жарко зимой чуть-чуть полегче но все равно час пик на работу едут очень много народу мы живем сахарной головки очень хороший поселок наши соседи все тоже очень хорошие люди люди все разные ну есть кто-то более злой более добрый и так далее но нехорошие очень важно жить соседями в дружбе и согласии здесь у нас это получается потому что реально делить тут нечего между нами всем всего хватает строим потихоньку небольшой домик для мамы моей мама приедет будет жить неподалеку самая дорогая женщина в мире это мама несмотря на то что я жена и жена мне очень тоже дорогая дочка ну мама мама есть мама